И еще несколько слов о работе нашего телеканала. «Союз» выпустил фильм «Уроки жизни. Воспоминания детей о блокаде». Премьера фильма состоится 23 мая в Санкт-Петербурге. Наш телеканал и раз рассказывал о князь Владимирском соборе, где в тяжелые годы блокады ленинградцы спасались от бомбежек, голода и холода. Здесь они молились о скором возвращении с фронта своих отцов и мужей. Настоятель собора протеерей Владимир Сорокин и нынешние прихожане бережно хранят и собирают по крупицам воспоминания об испытаниях прошлого. Если мы смотрим на войну как на наказание, тогда обязательно нужно искать врагов, искать кто, чего, выяснять и идти по линии нагнетания обстановки. А когда мы смотрим как на испытания, тогда мы видим школу и для нас, и для всех. Сегодня силами настоятеля и прихожан собора издана уже вторая книга о Великой Отечественной войне и блокаде «Ключ к победе». Это письма детей 1941-го, детям 2013-го и ответ сегодняшних школьников победителям 45-го. Встретилась с детьми войны и записала их воспоминания автор-составитель книги Светлана Щукина. Признательна Господу за то, что мне дана была такая уникальная возможность запечатлеть, помочь запечатлеть слова близких людей, друзей дома и тех, кого Господь послал через Кринск Владимирский собор. По книге «Ключ к победе» сотрудники телеканала «Союз» сняли фильм «Уроки жизни», «Воспоминания детей о блокаде». Так авторы писем стали героями фильма. У нас в пращане была, так она была набита трупами. У нас за водой ходили на Неву, на Малую Неву. Это дом, средний дом 11. Вот каждое утро меня, чтобы шевелился сестра, мы собрались все в одну квартиру. Дойти 100 метров, вот 10-11 трупов. К вечеру их там, в парадной, там, даже лица некоторые до сих пор у меня в глазах запечатляют. И каждый, кто ветеран, кто прошел эту войну, должен помнить то, что его никогда не забудут. Его медали, это память. Посмотреть фильм «Уроки жизни» можно будет 23 мая на православной выставке-ярмарке в Манеже в 16 часов. То есть все, нужно было принимать движение вот этой...